Всем привет! Меня зовут Евгений Туаев и вы на канале Барбаросса. Друзья, радостная новость! Мы сняли помещение в Алматы, Казахстан. И наш барбершоп будет располагаться по адресу Назарбаева 172. Там огромное помещение, 160 квадратных метров, и там будет просто бомбический проект. Поэтому подписывайтесь, следите за новостями, если вы из Алматы, чтобы не пропустить открытия. В преддверии открытия в Казахстане нашего флагманского головного барбершопа в этой стране мы решили сделать выпуск о топовых стрижках для казахов. Тем более в комментариях было довольно много запросов на эту тему. Ну что ж, друзья, поехали! Открывает нашу подборку вот этот парень, Нурлан Сабуров. Огромное количество комментариев было именно о его стрижке. Стрижка у него на самом деле неплохая. Она была в двух вариантах. Первый вариант это удлиненный вариант. Он характеризуется боковым пробором, удлиненной фронтальной частью и отросшей височно-боковой частью. Почему он практически всегда носит пробор? У него очень интересный рост волос. Вот здесь у него вихор. И часть волос у него растет в левую сторону, часть в правую. То есть у него волосы все не растут прямо вверх. Они именно здесь расходятся в две стороны. Соответственно, он и разделяет их на пробор по росту. Поэтому это смотрится естественно. У него овальная форма лица. И поэтому ему в принципе подойдут любые стрижки. Но такая форма, именно удлиненная, подходит ему лучше всего. Она еще чуть более вытягивает его лицо. И так как довольно часто мы можем встретить его в костюмах, в рубашках, в водолазках, эта стрижка подходит к нему очень хорошо. Для того, чтобы носить такую же удлиненную версию стрижки Собурова, вам потребуется порядка 2-3 сантиметров волос на височной боковой зоне и порядка хотя бы 7-8 сантиметров волос на фронте. Да, технически, друзья, можно назвать эту стрижку андеркатом. Но все-таки это не совсем верно. Так как верхняя часть этой стрижки довольно удлиненная, она потребует укладки. Для укладки вам потребуется морская соль и матовая паста. На влажные волосы нанесете немного соли, после этого на сухие немного пасты расчешете волосы руками и с помощью фена зададите объем. В принципе, все это вы уже умеете из предыдущих роликов, как укладывать свою прическу. Ну что ж, друзья, мы переходим к короткой версии стрижки Собурова. И в короткой версии фронтальная часть остается такой же, просто немножко под выбритые виски. Я хочу обратить внимание, очень часто в барбершопах мастера любят задали линию прям по уровню затылочного бугра и от нее уже делают переход, снося затылок, висок, все вместе. Здесь делается не так. Здесь короткая часть именно на виске. Затылок здесь все-таки удлиненный. Форма затылка здесь сформирована красивой анатомической формой. И здесь короткие именно виски, для того, чтобы они просто не нависали над ушами. Верхняя же часть фронт остается такой же. Из-за того, что здесь более короткие виски, фронтальная часть выглядит даже длиннее, чем есть на самом деле. Виден вот этот дисконнект, который как андеркат. И выглядит это более динамично, более агрессивно. И уже не так сильно подходит под классический костюм. Но все зависит от укладки. В принципе, стрижка эта отличается только длиной на висках. Следующий вариант стрижки, который подойдет для казахских волос, друзья, это шторы. Тот же самый кертейнс. Обратите внимание, если для европейских, славянских волос кертейнс лучше отращивать целиком, когда все волосы стремятся вот в эти шторы, то здесь лучше отращивать их именно на фронтальной части головы. Оставьте у себя на висках порядка 7-8 миллиметров волос, для того, чтобы голова не светилась, да, совсем уж белая не была, чтобы там не было фейда. А сверху отрастите себе порядка 10 сантиметров длины на фронте. Тогда у вас получатся шторы, которые будут красиво спадать по обе стороны лица. Такая стрижка подойдет обладателям круглого лица, обладателям квадратного лица, овального и треугольного лица. Если у вас круглое либо квадратное лицо, сделайте эти шторы, фронтальную часть, на удлинение. Попросите своего мастера, чтобы он не ровно их отрезал, а сделал удлинение к лицу. Тогда это будет смотреться интереснее и будет корректировать вашу форму лица. Укладывается это очень легко. Вам потребуется морская соль. Вообще обязательно, на самом деле, пару пшиков морской соли для казахов делать на волосы, но не более того. И буквально немного пудры. С помощью пудры, которую вы нанесете на корни, вы получите объем, волосы будут красиво распадаться по обе стороны от лица. Следующий вариант, более молодежный, динамичный, это кей-поп стрижка. Вот она. Отличается она несколькими моментами, как понять, что это кей-поп. Первая, густая прямая челка. Вторая, беспорядочная укладка. Третья, увеличенная масса и объем волос на фронтальной части головы. Это кей-поп. Укладывать ее очень легко. Немножко пудры на сухие волосы, растрепались и пошли. Главное, грамотно ее простричь. Эта стрижка подойдет обладателям овального лица, обладателям треугольного лица. Очень осторожно, ее нужно подбирать тем, у кого круглое лицо. Скорее всего, она его еще больше обрежет, еще больше сделает его круглым и может не подойти. Поэтому, друзья, подбираем эту стрижку с осторожностью. Но она больше молодежная, динамичная. И если у вас есть, допустим, высыпание на лбу или еще что-то, вы можете смело подбирать эту стрижку для того, чтобы спрятать это с помощью челки. Следующий вариант стрижки с челкой, конечно же, это кроп. Классический, уже ставший классическим, френч-кроп с челкой с выбритыми висками подойдет обладателям квадратного лица и обладателям круглого лица, овальному само собой. Для квадратного и круглого лица очень важно сделать пропорции, при которых с боков будет меньше волос, чем на фронтальной части головы. И кроп с этим справляется. Кроп очень удобен в укладке. Вы растрепали волосы, пошли, укладка уже есть. Кроп подойдет молодежи, любителям спортивного образа жизни и спортивного стиля одежды. Это довольно простая стрижка, особенно для казахских волос. Волосы жесткие, волосы хорошо принимают нужную форму именно для этой стрижки, и проблем с ней никаких нет. Если же вы хотите что-то более еще спортивное и еще более простое, то есть вариант кропа покороче, с очень короткой челкой. В принципе, эта стрижка такая типичная. Выбритые виски, короткая длина сверху, но небольшая текстура, которая задается на фронтальной части головы, делает ее интересной. И она начинает смотреться совсем по-другому, чем если бы вам ее подстригла тетя Наташа в ближайшей парикмахерской. Для данной стрижки также нужна укладка. Несмотря на то, что она кажется очень простой и легкой, все равно немного пудры на корне позволит вам задать объем на фронтальной части головы и дать волосам направление. Волосы будут очень красиво распадаться, и это будет смотреться интересно. Ну и завершает нашу подборку вот этот молодой человек. Напишите в комментариях, кто он, если вы его знаете, и его стрижка. Она похожа со стрижкой Нурлана Сабурова, но она более оформлена. Это можно назвать сайдпартом, довольно удлиненным. Это классическая стрижка с боковым пробором, удлиненная, простриженная в квадратной форме. То есть это прям классика-классика. И на самом деле я заметил то, что у казахов классические стрижки смотрятся очень хорошо. У них густые волосы, волосы черные. И красивые вот эти удлиненные классические стрижки смотрятся просто бомбически. Они подходят под любой стиль в одежде. И эту стрижку можно будет укладывать абсолютно по-разному. Все назад, все на бок, все вперед. Вариантов масса, при которых вы сможете подобрать нужный себе образ. Обратите внимание на то, что здесь довольно удлиненная челка. И челка-то укладывается на одну из сторон и уходит чуть назад. Если у вас волосы прямые и жесткие, добиться такого эффекта у челки вы сможете с помощью брашинга. Вот такой большой расчески, на которую вы сможете подкрутить челку, и она красивой волной уйдет в сторону уха. Ну что ж, друзья, пишем в комментариях, какой образ вам понравился больше всего. Не забываем переходить на сайт в описании barbarossa.top, выбирать свой город, свой барбершоп и записываться с 20% скидкой на первый визит в любой барбершоп нашей сети. Я уверяю вас, вы останетесь довольны и наши мастера справятся с любым волосом и с любым запросом. Достаточно просто показать им фотографию. Ну что, до встречи в следующих выпусках.